Когда у нас есть система координат, то какая-то точка с координатами есть и и поворот на какой-то там угол, давайте я нарисую, давайте я нарисую, как этот самый поворот может выглядеть, да? Вот так мы выглядим, вот по длине этот поворот такой же, а здесь есть какой-то там угол точек. Отлично. Вообще-то мы с вами уже учили, как задавать поворот. Комплексное число х плюс и у надо умножить на число, у которого модуль равен единице, а аргумент равен фи. Это не проблема. Это будет х косинус фи минус у синус фи плюс и умножить на, на что интересно умножить, на х синус фи плюс у синус фи. Умножение комплексных чисел вы знаете. Между прочим, вот эту форму для поворота совершенно легко можно было бы получить и без всяких комплексных чисел. В самом деле, что значит у нас есть рост координатами x и y? Значит, вот этот отрезок x, а вот этот отрезок y. Что значит его повернули на угол фи? Ну так, понятно, что взяли вот весь этот треугольник, да? И повернули на угол фи. Так, единственное, я как-то не очень хорошо сказал, что фи это пластичный аргумент этого угла. Давайте у меня фи будет чуть-чуть побольше сейчас. Я нарисую эту стрелочку, как-нибудь так, сильно-сильно-сильно-сильно. И, соответственно, угол фи возьму побольше, хорошо? Тогда рисовать будет проще. Что значит рисовать проще? Я беру, поворачиваю вот этот вот березонтальный отрезок на угол фи. Понятно. Получится такой же вот отрезок, естественно, дж. И, соответственно, перпендикулярный ему, так же, как здесь был перпендикулярный, так же и здесь, перпендикулярный ему будет отрезок y. И наша цель просто-напросто разобраться, вот какие координаты в этой точке. Понятно, какие. Координаты вот этой точки – это просто-напросто x в косинус х, х в синус х. А здесь, смотрите, что здесь произошло. Фактически мы повернули вот этот вот вектор на угол фи. То есть получилась вот какая-то вот такая точка, да? Может быть, угол фи даже чуть побольше, но не важно. Вот. Получилась вот такая точка. И, соответственно, когда вы берете некоторый отрезок для у, вот здесь был отрезок х, и поворачиваете его на угол фи, то вы получаете точку, у которой абсцисса – это минус у синус х, а, соответственно, ордината у нее – это у косинус х. Ну, соответственно, вот надо прибавить к этим числам эти, то есть надо взять вот тот вектор, просто переписать здесь еще, будет минус у синус х, у косинус х. И когда вы сможете, то как раз и получите тот самый ответ – х в косинус х минус х в синус х, и х в синус х плюс у косинус х. Отлично. Так вот. Это все на плоскости. Это все вещи абсолютно понятные, очевидные. Все замечательно. Как можно то же самое преобразование записать с использованием матрицы? Дело в том, что мне сейчас потребуется писать преобразование двухмерного пространства. Их уже так просто на полусу не нарисуешь. А, очень просто. В математике есть такое понятие – вектор столбец. Так вот, если я хочу, чтобы результат был бы столбец х в косинус х минус у синус х и х в синус х плюс у косинус х, то смотрите, что я должен сделать. Ребята, надо привыкнуть, на самом деле, к маточному формализму. Он очень несложный. Там есть одно правило, которое надо выучить. После этого все остальное легко. Правило звучит так. «Строка на столбец». Я его даже, кажется, не выпущу. «Строка на столбец». Это просто один раз в жизни надо будет запомнить такое определение. Идея вот такая. Когда вы пишете такую штуку, вы… Вот здесь х в косинус х минус у синус х. Значит, вы должны здесь написать косинус х, а здесь должны написать минус у синус х. Замечательно. Здесь вы должны написать, соответственно, синус х. А здесь, естественно, косинус х. Ребята, вот это привычное, любимое для любого тематика, называется «матрица поворота на угол петель». Чуть-чуть сложнее было бы записать отражение относительно к его. В принципе, это тоже можно сделать в координатах. Но давайте я не буду это сейчас делать, потому что прямо у нас сейчас не понадобится. А во-вторых, вообще много чего можно сделать в координатах. Поэтому если я сейчас начну рассказывать о координатах, то я делегурую.